В Чапаевск приехал мобильный прививочный пункт. В городе проходит добровольная бесплатная вакцинация. Местные жители заботу оценили. Галина Виляева работает в архитектурном отделе городской администрации. Чтобы не заразиться коронавирусом и не заразить других, решила сделать прививку от опасной болезни. Не хочу болеть, я хочу путешествовать. Я боюсь заразить своих родных и близких, которым уже 60. Привиться в Чапаевске можно и в процедурных кабинетах поликлиники, а ночью еще и в городской больнице. Процедура везде проходит одинаково с собой. Необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис. Вакцинация двухэтапна. Второй компонент вводится через три недели после первой прививки. Пациенты сами выбирают, как им удобно, куда им удобно. И все возможности для проведения вакцинации нами реализованы. При отсутствии противопоказаний, сначала их обязательно осматривает доктор. Значит, что касается также еще людей, то есть могут прийти люди просто с улицы. О том, что мобильный комплекс стоит здесь, они были оповещены. Вот насколько я сейчас подходил, несколько человек уже таких есть, которые пришли именно на вакцинацию и ревакцинацию. То есть поэтому минимум мы планируем порядка 40 человек. Чтобы сформировался общественный иммунитет, нужно, чтобы не менее 60 процентов жителей региона прошли вакцинацию. Сейчас в области больше 24 процентов от необходимых 60 привились. Первый компонент получили почти 375 тысяч жителей. Из них вторым компонентом привито уже более 300 тысяч человек. Масочный режим и социальную дистанцию по-прежнему необходимо соблюдать всем. Сергей Кизоркин. События.